Здравствуйте друзья. В этом небольшом обзорном видео, я хочу рассказать про проект, созданный энтузиастами умного дома, который дает вторую жизнь старым версиям шлюзов Xiaomi и Acara. Суть его сводится к установке альтернативного программного обеспечения, который позволит использовать шлюз, как автономный центр управления умным домом, без привязки к облачным сервисам. Сразу хочу сказать, что в обзоре не будет показан собственно сам процесс прошивки, так как шлюз, доставшийся мне, уже прошит и подготовлен к работе. За что я хочу выразить отдельную благодарность нашему коллеге Виктору, который предоставил мне это устройство. Но все необходимые ссылки и пояснения будут даны в ходе этого видео. Для прошивки под OpenVRT подойдут Xiaomi Hub версии DGN VG05LM или Acara Hub ZHVG11LM. Разница только в том, что в Acara Hub нет BLE. Большинство владельцев этих шлюзов используют их в штатной системе управления Mi Home, но даже там функционал устройств имеет ряд ограничений. В частности не поддерживаются множество устройств, которые сделаны для китайского региона. Собственно поэтому появился этот проект. Изначально идея заключалась в интеграции этих шлюзов Home Assistant. Ведь они, в отличии от китайской версии Mi Hub, не имели такой возможности. Для чего необходимо было получить права суперпользователя и прокинуть порты. Затем для шлюза была портирована альтернативная прошивка ZESP ZigBee & ESP. У нее появился свой интерфейс с возможностью добавления ZigBee устройств сторонних производителей и настройкой автоматизации через Blockly, а также добавление шлюза в Home Assistant через MQTT. При всех своих достоинствах, эта прошивка с закрытым кодом, хотя ее развитие вполне перспективное. Ну а дальше ребята из группы в Telegram Xiaomi Gateway Hack портировали на него OpenVRT, и уже поверх него теперь можно устанавливать различное программное обеспечение для работы с этим шлюзом, а также ZigBee и даже BLE устройствами. Например, ZigBee to MQTT, Home Assistant Plus ZHA, ZESP, Domotex Plus Zgate. Для прошивки вам потребуется только USB TTL адаптер и паяльник. Ссылка на процесс прошивки в описании к этому видео. Перейдем к устройству попавшему ко мне на обзор. Это полностью заводской шлюз от Xiaomi, корпуса внутренняя часть без доработок. Есть встроена LED подсветка и динамик. Антенны, две встроенные находятся внутри корпуса. Штатная кнопка шлюза выполняет функции кнопки сброса. При удерживании 10 секунд сбрасываются настройки сети, 20 секунд удаляется все установленное ПО, кроме OpenVRT. На борту у него 256 МБ встроенная и 256 МБ оперативной памяти. На этом шлюзе установлены MQTT Broker, ZigBee to MQTT, Home Assistant, Lumia MQTT для работы с встроенной LED подсветкой, MPD пакет для вывода звука через встроенный динамик. При первом подключении шлюза, он активирует точку доступа OpenVRT без пароля. Я подключился к ней при помощи телефона. Для этого нужно зайти в веб интерфейс OpenVRT по адресу 192.168.1.1 и настроить Wi-Fi. В меню Network Wireless, сканируем, находим и подключаемся к своей домашней Wi-Fi сети. И после сохранения настроек, отключаем свою собственную сеть, которую создает шлюз. Далее находим новое устройство в карте сети роутера и вбиваем его адрес в браузер. Открывается веб-интерфейс OpenVRT. Здесь уже предустановлен ZigBee to MQTT на порту 8090. Поэтому давайте перейдем на него и добавим какое-нибудь устройство. МQTT настроен на локальный хост, поэтому все добавленные устройства автоматически появятся в установленном на шлюзе Home Assistant. Шлюз можно использовать и как внешнее устройство. В таком случае в Z2M прописываем адрес MQTT брокера, установленного на основном сервере умного дома. Home Assistant находится на порту 8123. Логин и пароль по умолчанию test-test. При первой загрузке после настройки сети рекомендую перезагрузить Home Assistant. Здесь Home Assistant урезан по максимуму для того чтобы занимать меньше места. Здесь нет супервайзера, а также отключены многие штатные компоненты. Поэтому для работы необходимых вам стандартных компонентов нужно их вручную добавить. Все, особенно пользователи одноплатников с установленной microSD, прекрасно знают проблему как Home Assistant убивает карту памяти. И справедливо отметить что здесь встроенной памяти это не грозит. Потому что все логи пишутся в оперативную память и ресурс встроенной памяти никак не расходуется. В Low Lace уже добавлены карточки управления подсветкой и динамиком. Если зайти в интеграции, то можем увидеть что есть возможность использовать вместо Z2M встроенный компонент ZHA. Но для этого нужно перепрошивать Zigbee модуль, потому что сейчас он прошит на работу с zigbee2mqtt. Также здесь уже есть пассив BLEM монитор для работы с Bluetooth устройствами. Файл эдитер тут не установлен, поэтому автоматизацию Low Lace придется настраивать или через GUI или через сетевой доступ, например можно использовать приложение для Windows WinSCP. А доступ через SSH можно организовать через патти. Хотя эти шлюзы уже считаются устаревшими и на замену им вышли новые версии, тем не менее их можно с успехом применять в домашних системах автоматизации. Более того, в небольших инсталляциях они заменяют собой сервер развернутый например на Raspberry. На этом будем считать первое знакомство под шлюзом проекта OpenVRT состоявшимся. Надеюсь информация была вам полезна и интересна, если так ставьте лайки, а чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Все ссылки по теме обзора вы найдете в описании, там же находится ссылка на мой телеграм-канал, в котором я публикую интересную информацию, новости, акции и купоны по тематике умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok